Добрый день, уважаемые родители! Мы продолжаем разговор о особенностях и необходимости развития мелкой моторики у детей. И начну я наш сегодняшний разговор для плавности перехода, для того, чтобы вы лучше усвоили. Я повторю, те элементы развития мелкой моторики, возрастные, которые идут по мере взросления ребенка, как они должны осуществляться, уже не буду рассказывать снова, что это такое, просто название, для того, чтобы вы могли не потерять нить нашего разговора. Итак, методы мелкой моторики, которые ребенок по мере взросления должен проходить, то есть этапы развития. Это движение, это дотягивание, это захват и удержание, это выпускание, это отталкивание и сдвигание, дальше подтягивание с положения лёжа и сидя не имеет значения, а можно и то, и то. Перенос, нажатие, напоминаю, в основном очень удобно в воде это делать, в ванной, манипулирование и вот эти упражнения вы должны по мере взросления ребенка осуществлять и следить за тем, чтобы это развивалось. Итак, с раннего возраста, практически с месячного возраста, а может быть даже еще и раньше, вы должны заниматься с ребенком на предмет развития его мелкой моторики. Как это делать? Значит, первое упражнение, которое вы осуществляете с малышом совсем раннего возраста, это подтягивание пальчиков. Но обратите внимание, что это движение должно быть очень легким, очень осторожным. Вы берете каждый пальчик ребенка и стараетесь, ну, его немножко потянуть. Можно осуществлять такие движения, как бы трущие движения по пальчикам, но движения должны быть чуть-чуть с усилием вытягивания. Вот на ванчике вы показали, я покажу на себе вот такие движения. Но очень легкие движения не растяните, не порвите связки пальчиков ребенка. Значит, следующее движение, которое вы делаете, это круговые движения. И работаете с каждым пальчиком. Берете пальчик и осуществляете круговые движения. Допустим, 3-4 движения в одну сторону, 3-4 движения в другую сторону. Желательно, чтобы круг был максимально полный, насколько у ребенка и хватает возможности. И так каждый пальчик одной руки и каждый пальчик другой. Повторяю, 3-4 круговых движения в одну сторону, 3-4 круговых движения в другую сторону. И берете каждый пальчик. Можно вот с какими-то разговорами, с каким-то общением ребенка, с ребенком, потому что общение и разговор сам по себе является очень мощным стимулятором. Ну, об этом в следующий раз. Значит, кроме того, можно использовать такие предметы, типа каких-то мохнатых шариков. Сейчас я вас немножечко удивлю. Такие шарики продаются в зоомагазинах. Очень любят котята играть. Вот такие шарики, только они мохнатые, похожие на она. Очень удобно и приятно. Вот положите в ладони ребенка. Мы вспомним, что он малыш еще совсем, даже в месяце нет. Вложите, сожмите и покатайте. Вот так это осуществляется. Покатайте эти мохнатые шарики. Они приятные, они тепленькие. И ребенку даже помимо того, что пальцы ощущают твердость предмета, они ощущают еще вот это вот тепло, мохнатость. И можно даже давать возможность, если ребенку понравится, держать эти шарики в руке довольно долго, даже засыпать с ними. Почему? Потому что они предопределяют развитие правильной формы кисти. Помимо всего прочего, кисти развиваются и сохраняют форму. Уже где-то в 3-4-5 месяцев берем крупные шарики вот такого плана. И смотрите, что вы делаете. Здесь уже не нужно вкладывать каждый шарик в ручку, а берем две ручки, между ними шарик и начинаем катать. Вот эти движения. Ребенок удерживает и слегка надавливая, осуществляете круговые движения этим шариком между ладонями. Между ладонями максимально, насколько это способен малыш покрутить. Значит, очень хорошее упражнение в этом возрасте, так называемое причесывание. Посмотрите, очень интересно. Берете руку ребенка, и он проводит, проводите ей раскрытой ладонью по голове максимально, начиная там, скажем, от лба, от носа, ну так, чтобы он не поранился, не засунул палец куда-нибудь, чтобы ему было больно. Да, проводите такие причесывающие движения. Ну, примерно, вот, вы берете ладонь ребенка и проводите вот такие вот движения, осуществляя, чтобы он ощущал плотную поверхность своего тела. Причем в этом упражнении работает не только пальцы и ладонь, но и мышцы плечевого пояса. Соответственно, это хорошее упражнение. Значит, следующее упражнение, которое мы добавляем уже в возрасте 5-6 месяцев, это очень хорошо делать, брать мячики, у которых поверхность ребристая. Если проблема в том, чтобы найти такие мячики, выход очень простой. Вы берете грецкий орех в скорлупе, вот эти ребристые поверхности, очень хорошо. И мы делаем то же самое, когда катали мяч по ладони, между ладонями ребенка, мы это делаем с грецким орехом, зажимаем, и вот эта ребристая поверхность, она, помимо всего прочего, еще воздействует на биологически активные точки, которые стимулируют и не только мелкую моторику, но еще и иммунитет. Поэтому это упражнение, раньше не имеет смысла его делать, а вот в возрасте, начиная с 5 до 7 месяцев, вот это упражнение добавляется туда. Значит, причем, смотрите, я вам говорю про упражнения, это не одно делайте вместо другого, а с возрастом ребенка упражнения просто добавляются. Поэтому, скажем, если в месяц-полтора вы делаете одно-два упражнения, то к 7 месяцам вы делаете уже 4-5, соответственно, время, которое вы тратите на ребенка, становится гораздо больше. Где-то в возрасте с 8 до 10 месяцев вы начинаете проводить активное упражнение для пальцев. Значит, в принципе, это, я думаю, вы делаете это даже и не произвольно, играя с ребенком. Это и ладушки, и сорока, которые вы делаете руками ребенка, он это делает. Не вы его развлекаете, а он работает сам. Та же коза, которая идет, да, народ не зря придумывал вот эти вот детские басинки, которые вот осуществляют осуществляют очень большую пользу в развитии ребенка. Мелкой моторики у детей старшего возраста мы продолжим в следующий раз, поэтому следите за появлением роликов в сети, вот, и надеюсь, что скоро увидимся и услышимся. Всего доброго, до свидания.